я приветствую наших зрителей сегодня понедельник и в эфире очередной выпуск программы доживем до понедельника григорий гельфер гений гендин и меня зовут елена кальянова приветствуем вас еще раз добрый вечер добрый прямом эфире как обычно 370 3101 это прямой телефон который работает течение эфира звоните и будем вас слушать в течение получаса и у нас есть мы фейсбуке как обычно прямой фейсбук пишите туда задавайте вопросы комментируйте прочитаем ответим всю правду расскажем казенный дом дальняя дорога все расскажем человек ну я хотел бы начать с такой ну многих волнующий так сказать тем их хотя на на самом деле только получила начало как будет развиваться дальше не знаем это суд в гааге то есть на самом деле мы же говорили что все-таки они ответят не на сиро агага да но сначала гааг потому что гаагский суд самый гуманный суд в мире украина подала иск против россии за нарушение конвенции ну в частности эта конвенция по поводу поддержки терроризма и по поводу нарушения прав национальных дискриминаций да имеется ввиду крымские татары да и вот 6 по 9 марта это рассматривалось россия там конечно очень ну веселила всех рассказывая о том что оружие боевики нашли в шахтах которая была законсервирована о том что бук привезли не чтобы сбивать гражданский самолет а чтобы сбивать военно военные самолеты украины ну в общем короче говоря причем это интересы россии отстаивают германские британские адвокаты в общем они знают все правила и в общем там идет очень достаточно серьезная тяжба и если говорить честно перспектива туманно то есть ну в лучшем случае это будет признано что россия действительно нарушила вот эти конвенции ну это просто моральный фактор потому что в частности вот 80 86 году суд вот этот же суд он признал америку виноватой в том что она вмешалась америка как континент нет америка в смысле как штаты соединенные до что они вмешались в никарагуа в их внутренние дела осудила там все такое они покраснели до сих пор в общем то никак мало того они даже не изолированы от мирового сообщества вот но тем не менее очень хочется чтобы этот суд а он на самом деле может идти до трех лет вот пока окончательные будут выводы чтобы все-таки он ну немножечко помог нам в нашем моральном ощущении того что мы правы может имеет смысл направить туда под этот газ кисут мустафу на ема там сергея лещенко мустафу джемилев потом да потом этих национальный корпус азовы видели сегодня лакшери там они сидят эти мягкие кресла коворкинг они могут там потеряться по крайней мере адвокатов может быть ну по крайней мере суд идет и он теперь удалился на совещание ну дай бог чтобы они досовещались для чего-то положительного в адрес украины можно еще адвокатов туда я вот говорю по поводу судов которые происходят в украине украине тоже продолжаются сегодня была информация о том что суд по ефремову перенесли потому что адвокат участвует в суде по носирову носирова на разрыв адвокаты да то есть человек адвокатов не хватает страну просто оставили по его под следствием и оставили ему тот же залог а все же кричали с рада с рада будет что ему назначить все уверенно так и ему назначат 10 12 миллионов снизят если я уже начала деньги отпустят а залог инфляции не подлежит а сейчас снимаю сливки это мы давили 60 дней мне всегда интересно куда залоги эти идут куда они в казну идут вот так такие большие деньги когда я не могу тебе это сказать я обещал об этом не расскажет он не залаживался вот и порошенко вот решил бороться с тем явлением которое на насирове проявилось несколько гражданство обнаружили у него британская по моему там венгерская и сегодня срочно президент подал законопроект о том что нужно лишать гражданства украины тех у кого будет обнаружено иностранное гражданство что-то надо с этим делать сказал президент мы все ожидали что наконец отменят вот этот запрет украине что можно будет иметь несколько граждан совершенно легально а президент наоборот сказал что будем забирать гражданство украины и поруби его поддержал на сегодняшний там вот радио он сказал что нужно срочно внести еще один законопроект и отзывать чиновников с постов у тех чиновников у кого есть двойное или тройное или еще какое-то популярная вещь у меня одно гражданство а почему грузинский акцент может быть у тебя есть грузинский паспорт нам не страшен серый волк ты только не обижайся но я тебе один вещь скажу я щит я мне не нравятся эти популистские предложения порошенко по поводу типа вот на поводу я не считаю это цивилизованным подходом ну то есть это устраняется какие-то следствия а не причины я считаю что это шаг там популистский кость брошенная вот этому активному возбужденному социум ах как это нехорошо никаких проблем это не решает это по это все политические понты петра алексеевича я думаю это заболтают и в принципе ну я помню не пройдет никакую раду абсолютно министр финансов был на один плюс один он сказал что его жены двойное гражданство бритва прям вот-вот в эфире сказал как его отзовут пиарные игры есть еще один пара президент тоже нашенко заканчивающаяся это не и не тимошенко пошатан на п тимошенко это она и не президент лукашенко да там тоже свои игры свой свой шоу свой перформанс он требует сейчас вот лукашенко от своих чин у него свои проблемы отличие от петра алексеевича от чиновников трудоустроить любовниц и родственников это у наших чиновников нет любовниц только родственники а там он белорусских каза есть говорит меня тут обвиняли грузинском акценте буду с белорусским на языке оригинала я пока обращаюсь госслужащим и другим значимым стране лицам трудоустройте пожалуйста своих жен мужей любовниц и любовников родных и близких те кто должен и может работать и добавил бачка за жена и любовница больна ну что же будем лечить если могут работать и должны то они максимум с 1 апреля никому не кому нужна больна любовь должны быть на работе там же чуть не сказал лукашенко закон подписала предупреждение он по-моему называется социального иждивенчества но его назвали законом о дармоедах законах о тунецах не про нас быть сказано закон касается в двух словах лиц которые имеют счастье проживать беларуси вот постоянно и если они работали менее чем шесть месяцев в году то они должны заплатить бюджет 3,6 миллиона этих бел они зайчики там или уже не белорусских рублей короче это где-то 5800 гривен то есть чуть больше двухсот долларов а за неуплату штраф 40 долларов или общественной работы об общественных работах в днепре я позже поговорю и там же были протесты причем они прогнозировали протесты но выйдет 100 200 человека там и в минске могилёвик там витебске гомеле были протесты против дармыни дармоеды то есть для беларусь там вышло 3-4 тысячи человек что для беларуси ого-го но лукашенко не унять говорит недостаточно что просто оплатили так называемый тунецкий сбор и продолжали не работать вы можете сказать говорит да они заплатят 200 долларов нет желательно чтобы они были на работе то есть вот где резервные двойного резерв это любовницы здоровые наши наши здоровые работящие работоспособные любовники разного калибра с любым количеством граждан граждан то есть в принципе можно отрабатывать второй паспорт должны работать законы в стране и должны работать любовницы в стране и тогда будет процветание кухарки должны быть кухарками да я просто если мы заговорили о президентах не работающих тем более я хотел сказать а виктория федоровича януковича да он же еще то есть там все время значит эти женатом викторе да да все-таки они разведенном они разведены вот о том что его же надо как-то допросить у него статус все сложно извините как обычно его надо как-то допросить потому что вот наша генеральная прокуратура говорит что ну надо надо там спросить его там просить требовал ли он что путин в виде войска и так далее а он находится там на территории вроде россия сказала мы согласны с тем чтобы его допросить но на территории россии украинская прокуратура сначала сказала мы типа да согласны потом сказали нет мы не будем участвовать потому что как же это самое в общем короче непонятно готова ли украины значит потом сказали что неправильный его адрес сообщили то есть там какие-то склады там должно было быть дерево и памятник не нашли его по адресу короче говоря в общем непонятно скорее всего наши прокуроры не собираются ехать в москву но тогда адвокаты януковича говорят что если наши прокуроры не поедут в москву то они будут наказаны уголовно все подняла запорная не я думаю что если они приедут и янукович он обычно падает в обморок он может упасть в обморок а тут оказывается что если наши прокуроры не поедут его туда приклад ну то они нарушат закон их надо судить за то что они не поехали в москву в общем я думаю что виктор федорович пока может быть недопрошенным уважаемые телезрители все эту цепочку поняли пишите нам всю цепочку насколько паша я например запутался ну не страшно люди-то поняли они тебе ждем часа сядут наши прокуроры наши прокуроры не готовы ехать януковичу туда вот и все даже под страхом давайте вернемся к нашим городским делам потому что у нас неделя неделя без моста прошла да уже неделя же до с понедельника же спроса на мост перекрыли и в общем-то все бы ничего но вот выросло такое возмущение горожан за всю эту неделю почему одни ездят а другие нет появились какие-то там специальные пропуски которые якобы там очень многие подделывали я не знаю я лично я в пятницу в пятницу я шла от остановки цирка возле цирка да на другую сторону к мосту вот за четыре минут сколько там четыре минуты дорога занимает я насчитала четыре проехавших машины они совершенно не похожи были на работников коммунальных служб но машины такого класса на которых не ездят работники коммунальных служб рабочего дня вот субботу мы видели там а а машины там рейндж роверы проезжали с номерами с киевскими рада да но я знаю что ты ты хочешь поделиться радостной новостью о том что мэр наконец разрешил разрубить эту проблему и это не очень хорошие новости для жуков и для жаб конкретно потому что эти машины не было там своем стив своем стиле да он еще в субботу значит узнал о том что кальянова в пятницу шла от цирка и считала и внутренне возмущалась да и внутренне возмущалась мэр слышит почует чует кожного чухает кожу и не врет никому вот он значит уже сразу написал что вы подошли знаешь эта проблема была там возмущение было уважаемые коллеги сотрудники правоохранительных органов суде подрядчики и прочие интересанты понедельник будет издана распоряжение запрещающее всем проезд через мост реконструируемый я принял решение аннулировать все 250 разрешений которые соответствующий департамент выдал и жуку и жабе то есть у нас и жуки и жабы оказались равны перед законом и сегодня он таки подписал это и кроме жуков и жаб еще блатные и нищие там в письме в этом в посте филатова то есть жуки жабы блатные и нищие как значит не должны ехать при этом он написал филатов написал тому кто вычислить на мосту мэра на личном автомобиле в частности кальянова но он так не написал хотел написать к мэру наверное можно и представить доказательство на личной машине по публичные извинения грамота горсовета но но не даже но не дождетесь вообще два слова но это понятно не надо хвастаться же не ты прекрасно зажди мы находимся наши окна ну мэру я имею ввиду наши окна выходят прямо прямо на новый мост так что камеры туда смотрят так что следующий понедельник мы обо всем расскажем но я хочу два слова о мосте всех посчитаем да и синие номера в принципе горожане и ощутили но все-таки поняли что мост особенно после вот этих шулявского моста и после моста в италии с трагическим результатом что мост ремонтировать надо и мост ремонтировать будут и его ремонтируют есть и позитивные моменты кто-то пишет на то что одним маршрутки несмотря на то что левандосные машины как говорит кальянова ездят еще вот до сна это пишет что теперь ласточкой по мосту просто можно маршрутка что это на 10 минут быстрее но безусловно это вызвало другие проблемы пробки у других мостов вот первый день было а кого волнует пробки других мостов велосипед но тем не менее эту проблему нет ну смотри вот вот сейчас вот мы в таком вот ты в выгодном свете где паром никого никого не волнует ничего соответственно такая ну это это популизм елена на мой взгляд а я должен быть таким это похоже на одуме а я в чем расскажи о чем популизм я получаю с таким но все плохо не все не ланая не все плохо не все плохо сегодня только есть распоряжение я просто хочу сказать я говорил о распоряжении я не сказал что параде на ездят уже я сказал что мы с тобой договорились что мы понедельник посмотрим я хотел пути разгрузки предложить определенные но мы уже не успели как как разгрузить мост но мы показывали как разгрузить мост что хочу сказать что в принципе как бы мы не спорили но мэр в общем то что-то слышит да из того что мы говорили нет я просто хочу все сравнительно я хочу сказать что вот хотелось бы чтобы у нас услышала областная власть потому что мы вот поднимали тему театров да там филармонии ансамбля славути о том что они оказались ну в тяжелом положении после финансового так сказать усекновение определенного и вот к нам обратились вот артисты театра они но не только художественными способами могут доказать ну или донести свои в общем-то проблемы до всех людей поэтому они вот сделали ролики они его сняли и попросили чтобы показали в нашей программе я думаю что мы с удовольствием пойдем на встречу любимым нашим днепропетровским работникам деятелям театра и покажем этот ролик можно пожалуйста в 2017 году областной властью на 30 процентов сокращено финансирование театров нашего города 27 марта всемирный день театра последний вот такой трогательный ролик трогать да трогательный на самом деле он не один есть еще я думаю что они сейчас вот появятся в эфире может быть они до кого-то и даст нам программу прислали вот минут 10 назад что филармонии письмо от филармонии сложилась сложная ситуация что но все то же самое вынуждены искать работу в других городах академический симфонический оркестр стоит перед ситуацией закрытия он тоже областного подчинения и там будет 15 марта в 14.00 в мост днепр коллектив театра вот филармонии оркестра будут дадут исчерпывающую информацию ответят на вопросы 15 марта 14.00 да это конечно очень неприятно но я очень надеюсь что разрулил ну что город области поможет назревает еще один скандал так сказать в сфере культуры да вы слышали все наверное уже что россия определилась назвала имя кандидатки который поедет в киев на евровидение от россии девочка юлия самойлова певица имеет первую группу инвалидности она передвигается в на коляске ну там очень много споров там достойно недостойно хорошая нехорошая песни я не об этом а о том что прокомментировал сегодня участие этой певицы в евровидении глава министерства иностранных дел украины климкин сказал что так сказать под вопросом участие этой девушки потому что в пятнадцатом году она незаконно пересекала границы украина она давала концерты в оккупированном крыму я вот что думаю что если сейчас вот как-то все завяжется и сбу проверит и девушку не пустят скандал ну лучше выглядеть благородно тем более девушка и так вот так же ее так выбрали такую участницу чтобы потом сказать с другой стороны тем самым даму за культимизируем понятно что мы можем тоже свои перфуменсы у нас изобретательное же предложение да так вещи жесткие на крови условно говоря посадить в первом ряду наших паралимпийцев наших ветеранов а то без ноги без руки кто-то и пусть вот они тоже выскажут отношения к этой девушке которая шикарные посты там писала а то а крым наш и так далее и приняв ее мы ликоть благородство приняв ее мы легитимизируем оккупацию крыма потому что это нарушил на же есть законы по которым как бы люди поэтому тут надо действовать стараться по своим законам но кстати для украины хороший шанс еще раз будет заявить о оккупации ну понятно перформенсов со своей стороны можно подготовить много но как кто-то тем более на место знаешь какое место нам пророчит украинской группе 28 место там сегодня ставки проверяли самый сильный участник но посмотрим вот первое место итальянцы зале но они съездят на вечер пирса и сразу не хватает кто-то кто-то умный есть такие у нас я не помню кто сказал что как бы вот это залихватская то россия много веков ведет это очень опасный враг опасно соперник и залихватский всякими лозунгами путин то то и то то и она это не только война но и дипломатическим методом и даже сегодня появилась и вот это да надо понимать что этот как бы очень серьезно и соответственно война в информационном пространстве война дипломатическая это очень важный очень важный козырь в котором мы пока безусловно проигрываем в информационном поле на дипломатическом фронте я дано а хорошим я хочу спеть воду лоукостом и не воду нашему аэропорту после воды филатову значит я на будут ли прилетать в лоукостами на фестиваль евровидения мы говорили о безвизии значит это вопрос воды порошенко значит обезвизии я пилатову не буду пить про визаер и я подпаду да станет же вопрос после виза куда лететь но для нас наиболее болевой вопрос откуда лететь это более болевое и поэтому с радостью и болью я как человек который пользовался особенно до войны там лоукостами прочитал и что вот лоукост визаер а это единственный на данный момент лоукост работающий в украине объявила об открытии новых рейсов из киева и львова польшу и германию стоимость от 20 до 30 евро из киева с августа из киева три рейса с 25 августа киев познань 719 познань познань да я познание 25 евро по понедельникам пятница в киев-люблин 20 евро 579 гривен тоже два раза в неделю и киев франкфурт хан это не франкфурт это 100 километров от франкфурта начинает петь не оду нашим аэропорту это все будет но это из киева да а из львова уже 18 июня в берлин шонефельд но это второй этот аэропорт по величине там что там 20 километров от центра берлина и я еще к этому присовокуплю что ранее визер добавил что из того с того же августа из жулян в нюрнберг и копенгаген тоже порядка 30 евро два-три раза в неделю будет летать это венгерский лоукост бюджетного компания но политика которых низкая плата в обмен от отказ некоторых традиционных услуг и вот у киева нашего пока как есть преимущество обычно эти лоукосты летают из отдаленных начнува и в отдаленные загружены но что такое лоукосты я думаю знают наши люди не буду рассказывать вот а в киеве же жуляны практически в центре города и конечно днепр вопрос не про авиасообщение но я надеюсь он не может долго вот так вот оставаться заход лоукостов и вообще других авиакомпаний но думаю уже если наш мэр приведет в наш город по крайней мере визер или не какой-нибудь лоукост я спою оду вместе с тобой у меня нет такой цели чтобы сделать это по желанию я просто хотела и приведет лоукост да супер и ты перестанешь перемывать я свою оду по этому поводу сказать что не всегда вот наличие нормального авиасообщения она приводит тому что самолет который летит в город он там и садится но в частности министру иностранных дел турции не повезло в этом смысле это чего шаглу да там есть такой министр он летел в голландию да ну него я читал вот этого чего шаглу чему шаглу он летел в нидерланды но его развернули и сказали лети назад в турцию потому что смысл в чем что они сейчас вот все эти турецкие министры летают по европе и выступают перед живущими в европе турками их там очень много там ну сотни тысяч вот и которые имеют право голосовать или влиять на ход выборов и агитируют их за то что должна пройти конституционная реформа и вся полнота власти должна быть отдана эрдогану ну а демократическая европа она как бы не очень поддерживает эту историю поэтому достаточно не демократическими методами в общем противодействует вплоть до того что значит запретили значит сельсминистру иностранных дел эрдоган сказал что голландцы это типа фашисты и наследники да я бы это назвал как раз ротор дам плюс да что не пустили нет это минус для кого минус для кого плюс в общем короче говоря и назрел такой достаточно серьезный скандал в германии тоже не разрешили этим министром турецким выступать в общем короче говоря а вну франция разрешила германия не разрешила вот ну короче говоря в европе с турками как в восемнадцатом веке идет напряжение заморозили сейчас выплаты евросоюза на дальнейшую евроинтеграцию турки пока не торопятся евроинтегрироваться у нас появляется шанс только надо быстрее сажать давайте выпьем за это знаете что среди регионов украины выпей за это среди регионов украины днепропетровщина лидирует по количеству употребляемого алкоголя вместе с киевом ну хоть в чем-то хоть в чем-то мы первые это данные не первые но и не вторые да и годовой объем розничных продаж алкоголя на днепропетровщине превысил 3 миллиарда гривен вот можем же когда хотим да и ежедвие среди да и деньги есть среди лидеров также донецкая львовская харьковская области меньше всего алкоголь покупают между прочим в луганской области но это понятно почему и ровенской области области наверное раньше в 80 90-х годах говорит это издание на первом месте была донецкая область а потом неожиданно вырвался киев а ну все донецкие переехали в киев и в крым все кто смотрят программу доживем до понедельника они же в этот момент не пьют там не бухают вот поэтому поэтому надо крутить почаще мне как один из вариантов потому что программа доживем до понедельника пьянит без вина особенно некоторые ведущие но кстати за это понятно почему заговорили об общественных работ вот вот лин для тебя вот труд радость конечно вот радость а для есть люди для которых вот труд наказание и труд используется в качестве наказания я хочу об этом сказать потому что нашим гражданам особенно несознательным а у нас по-моему есть еще двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят три не даже несознательных гражданина в городе 20 я не помню я назвал цифру вот вот но потолок изменился за паспорта и станут лишь от гражданства исполком гурсовет определил виды работ для нарушителей для которых на которых судом наложено чуть не сказал проклятие административное взыскание и места где эти работы вначале за что вас могут уважаемые земляки подвергнуть общественным работам мелкое хулиганство то есть это всякие матюки там приставание к прохожим короче если вы нарушаете гармонию там царапайте гармонию окружающих злостное неповиновение законному требованию полисмена в рабов при исполнении не тогда когда он пошел мусор вынести а когда он при исполнении когда мусор значит а можно по-моему я знаю еще там общественной работы за перебивание коллеги в программе доживем до понедельника звонок ожидает между говори что за это будет да короче от 20 до 60 часов но если вы беременная женщина или или женщина старше 55 лет или мужчина старше 60 то вам не грозят общественные работы общественные работы короче говоря определенные места это уборка скверов мест отдыха кладбищ не более четырех часов свободное время от работы там коса на победе коса на красном камне тоннельная байка и горя кстати частный сектор одинковка вот тоже я видел перечень где у тебя дача вот там я работаю я даже лысинка стала на фейсбуке пусть например будут разные кладбища нарушили искупать искупайтесь в труде нарушили на кладбище пусть нам дадут посмотреть когда будет ты говоришь звонок звонок добрый вечер готовы послушать нас очень немного времени вы обещали коротко слушаем добрый вечер вы знаете не только в евросоюзе живут хорошо одноклассник приехал с таджикистана значит газ для населения бесплатно при наличии машины 40 литров на семью бензина бесплатно камена коммуналка копейки у нас нет ступо поэтому с снг тоже можно пример брать в белоруссии кстати 2 рубля доллар стоит спасибо спасибо там любовники стана он приехал они из таджикистана я тоже у нас нет столько газа у нас нет столько туркмена и у нас не столько долларов но мы будем стараться все таки чтобы у нас здесь все было нормально и чтоб к нам стремились приехать времени практически не осталось поэтому я даже не знаю что сказать я хочу сказать что вот тот ролик который был он еще кто не успел его увидеть еще увидит еще есть ролики я думаю что девятый канал будет наших хотя не все так считают кто-то считает позакрывать нафиг все эти театры не дармоеды то не ядцы и так далее я думаю что мы вот на это еще на дороге не зрители попытаемся услышать в других программах ну что доживем до свящего понедельника машины на мосту посчитаем весну встретим воды споем полетаем на лоукостах спасибо за внимание оставайтесь на девятом канале всего дома оставайтесь жилья на девятом канале на лоукостах 25 хорошо инсайдерская информация говорит эти руки эти руки ничего не крали из собеседника не было если там есть кинькин то другой собеседник гораздо более сих пор